Достоин Ты один, Иисус, чести и хвалы, достоин только Ты, Иисус, мы поем Тебе эту славу, мы Тебе воздаем эту честь на этом месте, потому что Ты достоин всей хвалы, всей славы, Ты один, достоин Ты один. Иисус, чести и хвалы, достоин только Ты, достоин Ты один, Иисус, чести и хвалы, достоин только Ты. только ты иисус достоин всей хвалы и всей славы и мы как церковь сегодня на всяком месте где бы мы не находились мы воздаем эту славу тебе мы возвеличиваем сейчас тебя своими апеллодисментами своими голосами благословен грядущий аллилуйя слава тебе иисус слава тебе иисус я сегодня молюсь против всякого страха который пытается войти в сердца и ума верующих прямо сейчас и здесь я разрушаю всякий страх его действия во имя иисуса христа я говорю что господь за тебя что господь не дремлет он не самоизолировался он с тобою он рядом он защищает тебя он подкрепляет тебя не бойся ничего потому что господь твой он всемогущий бог перед ему достаточно сил чтобы решить твою любую ситуацию я молюсь против страха за свои финансы за свое благосостояние люди сегодня в страхе думают как дальше жить не переживай доверь свои финансы богу и он совершит весь наш бизнес все наши финансы наши семьи и мы сами находятся под защитой всемогущего бога бога саваоф бога воинства небес своими иисуса он защищает нас он оберегает нас он хранит свою церковь до своего пришествия потому что она невеста твоя и нет места никакому страху провозглашаю и говорю праведный смел как лев праведный смел как лев аллилуйя да благословит нас господь на всяком месте и мы молимся против действия коронавируса мы молимся против последствий мы говорим больше да не будет не будет никаких последствий во имя иисуса христа мир покроет тьма а над нами высияет свет во имя иисуса молились мы тебе весь народ да скажет аминь аллилуйя воздайте сейчас господу хвалу на всяком месте где бы вы не были дорогие братья и сестры вы можете присесть около своих телевизоров или может быть вы сидели перед своими гаджетами сегодня у нас соцсетях особенно у молодежи у них было выставлено порядок просмотра онлайн трансляции они писали чтобы ты нарядился надел на себя самое лучшее вылез из постели соответственно перед этим и не с чашкой кофе не сидя на диване а вот именно так как ты в церкви по привычке поставил бы стул и сидел слушал проповедь а когда прославлял господа то тогда бы делал это 100 и я думаю что это правильно я размышляю об этой ситуации и у меня такое на ум приходит что как бы нам назад то вернуться с карантина потому что некоторые могут застрять вот так вот в карантине самоизоляции потом как бы разозолироваться как бы вот не настал кризис возвращение назад что теперь делать но мои друзья мы должны понимать что господь он с нами он никогда не оставлял нас он никогда не покидал нас и я хотел бы особенные слова благодарности выразить всей церкви каждому человеку знаете мое сердце переполняется чувством любви я стоял сегодня и прям переживал присутствие божие переживал вот любовь людей которые есть церкви друзья вот я не знаю настолько это ценно простите но когда люди я не знаю как вообще можно оставить церковь свою но это так ценно когда вот в такие времена сложные люди поддерживают друг друга люди не разбежались они объединились они сегодня вместе они пытаются как-то собираться все присоединяются к эфиру пишут друг другу это так ценно это так чувствуешь эту поддержку вот именно я не знаю вообще как люди без церкви живут друзья не представляю какое жесткое сердце должно быть и какая выдержка и нервы нужны чтобы вот сегодня пройти эту ситуацию без поддержки братьев и сестер я только в церкви естественно в господи утешается душа моя ну а где бог он в церкви прежде всего друзья мои прежде всего он в церкви кто сегодня верующие одиночки мне вас искренне жаль просто просто жаль найдите свою церковь найдите свой духовный дом потому что в последние времена невозможно будет выжить одному вы можете соблазниться очень быстро когда мы вместе мы как-то корректируем друг друга но когда человек остается один ему чего только в голову не прилезет не залезет поэтому друзья мои я так благодарен всем вам что вы поддерживаю поддерживаете всем те кто сегодня служит их не видно может быть я выхожу в эфир но вы видите выходят новые посты их делает наша команда ева алиса александр роля другие молодежные наши служители они целыми днями трудятся без отдыха это сложно друзья они пишут мне посты я им в ответку это постоянная переписка это постоянная работа ее может быть не видно воочи но вы видите результат этой работе работы у себя на страничках и на наших страничках соцсетей я хотел бы чтобы мы сегодня благословили этих людей благословили друг друга дорогой небесный отец мы благословляем нас как церковь и мы просим в эти сложные времена дай нам устоять и усилиться дай нам еще больше расти дам дай нам еще больше достигать людей любовью твоей господь благодарю тебя славлю тебя спасибо тебе господь за этих людей которых ты привел в эту церковь спасибо тебе я безмерно благодарен каждому из вас друзья где бы вы сейчас не были это такое счастье служить вместе с вами и быть в одной церкви это реально круто слава господу простите старее сентиментальный стал наверное но ничего я буду продолжать серию проповеди которая называется возвеселись неплодное или я еще говорю возрадуйся возрадуйся неплодное это одно и то же практически и мы уже сказали несколько проповедей мы уже сказали с вами о том что мы должны быть плодоносными и эти проповеди они именно о плодоношении я сказал как важно человеку быть плодоносным как важно чтобы не только ты видел плод своей жизни но и люди видели и пользовались этим плодом потому что это очень важно и мы сказали когда бог помещает нас в зону бесплодия бывает такое время когда ты не видишь своей жизни плода то тогда это время не для обиды тогда это время не для того чтобы расстраиваться а бог таким образом провоцирует нас на новые действия он хочет чтобы ты сделал больше чем всегда и пошел дальше чем обычно мы также сказали что важно следить за почвой а не за семенем сегодня люди везде ищут семя которым является слово божие качественное семя может быть но каждое слово божье она имеет и несет в себе максимальный стопроцентный потенциал но вот почва твоего сердца будет определять сколько плода ты принесешь можно самая качественность по семя загубить если бросить его в плохую почву поэтому нам нужно следить за почвой своих сердец и также последняя проповедь была о том что важно в своей жизни иметь наставников это очень важно тех людей которые помогут нам в плодоношении тех людей которые будут помогать нам обрабатывать или возделывать почву наших сердец поэтому нам мы или мы нужны друг другу друзья и нам нужны наставники и сегодня мы поговорим с вами о том что всякий плод подвергнет подвергнет подвергнется испытанию всякий плод он будет испытан друзья и читая историю об анне принципе которую мы взяли за основу наших проповедей это жизнь анны о которой мы читаем в первом царств первой главе когда мы о ней размышляем когда мы читаем эту историю мы видим что она дала обет богу в том что то что она родит будет отдано ему на всю жизнь навсегда она посвятит рожденное господу и когда она родила самуила какое-то время она его вскармливала своей грудью это нормально нельзя было отдать новорожденного ребенка нельзя сразу вот плод который ты взрастил отдать потому что он может погибнуть его надо вскормить и она какое-то время вскармливала его грудью и вот пришло время когда ее муж елкана пришел пошел по обыкновению в храм для того чтобы принести жертву и сказано исполнить обеты давайте мы прочитаем это в первом царств первой главе в двадцать первом стихе здесь написано и пошел муж ее елкана и все семейство его совершать годичную жертву господу и обеты свои мы точно не знаем об этом ничего не написано но складывается такое впечатление ощущение что в израиле или по крайней мере в семье елканы было принято то что ходить в храм и приносить жертву и иметь время для того чтобы совершать обеты потому что раньше было закономерно давать обеты господу да и сейчас мы как люди тоже даем какие-то обещания господу и вот приходило время когда если ты не исполнил эти обеты ты должен был их исполнить вместе с приношением жертвы может быть в библии не написано но это мои размышления если ты приносил жертву не исполнивший обеты жертва не принималась и пришло время всему семейству именно пойти приносить приносить жертвы и исполнять обеты всему семейству и а не в том числе потому что она жила с этим обетом она уже родила самуила он был у нее на руках и надо было исполнить свой обет и вот написано дальше в двадцать втором стихе что анна же не пошла анна же не пошла сказав мужу своему когда младенец отнет будет от груди и подрастет тогда я отведу его и он явится перед господом и останется там навсегда и сказал я елкана муж ее делай что тебе угодно оставайся доколе не вскормишь его грудью только да утвердит господь слово вышедшее из уст твоих и осталась жена его и кормила грудью сына своего доколе не вскормила когда же вскормила его пошла с ним в селом взяв три тельца и одну ефу муки и мех вина и пришла в дом господа в селом отрок же был еще дитя и закололи тельца и привела отрока к илию и сказала о господи мой доживет душа твоя господин мой я та самая женщина которая здесь при тебе стояла и молилась господу о всем дите детям о всем ребенке молилась я и исполнил мне господь прошение мое чего я просил у него и я даю его господу на все дни жизни его служить господу и поклонилась там господу друзья мы видим что анна родив сына не сразу поспешила исполнить свое обещание какое-то время она вскармила вскармливала его грудью и когда пришло время пойти в храм вместе со своим мужем для того чтобы исполнить обет потому что было такое время назначено мы видим из священного писания сейчас только читали она у нее не хватило духу отдать своего дитя она сказала подожди елкана дай мне еще его покормить грудью оно еще не выросло знаете друзья что я увидел что настоящее испытание наша вера проходит не тогда когда мы стоим и просим что-то у господа а тогда когда мы это получаем от господа она просила дитя когда у нее не было дитя когда она была бесплодна но отдавать надо дитя когда ты уже получил его когда мы стоим перед господом и что-то просим мы еще ничем не обладаем мы говорим господь дай мне миллион я 500 тысяч принесу в церковь а зачем ты просишь миллион если хочешь принести 500 тысяч в церковь проси 500 тысяч нет мы просим миллион потому что знаем что 500 тысяч из этого миллиона останется нам мы вуалируем таким образом свою нужду как бы выступая перед богом за церковь за божье дело но на самом деле мы сами в этом нуждаемся и знаете легко давать обещание когда у тебя нет ничего но когда ты от бога что-то получаешь ты начинаешь это взращивать ты начинаешь это вскармливать и через некоторое время ты понимаешь что он уже твое что это твое дитя и роль бога в такой ситуации начинает принижаться но может быть это и не бог сделал может быть это и мои заслуги это сделали может быть моя одаренность привела меня к этому да конечно я просил бога я помню об этом ну и вроде бы как-то не волшебным образом все произошло мы же думаем если попросил то на следующий день ну через два ну три максимум бог троицу любит а когда ты ждешь и планомерно постепенно получаешь все то что ты просил от господа через некоторое время ты умоляешь роль господа в этом ты же сам трудился но и что что бог создал такую ситуацию но и что что бог привел в твою жизнь правильных людей это ты сам их нашел это ты сам трудился и роль бога она принижается а твоя роль она превышается и знаешь что что раньше тебе не принадлежало вдруг начинает тебе принадлежать вдруг она становится тебе родным вдруг ты понимаешь что ты кормишь это грудью и вдруг приходит время это отдать знаете я за свою короткую христианскую жизнь видел много людей которые горячо молились церкви о том чтобы бог им что-то дал но к сожалению я их сегодня не вижу в церкви потому что получив желаемое семью бизнес финансы еще какие-то вещи эти люди исчезли потому что желаемое им стало дороже и ближе чем тот кто им это все дал так бывает в нашей жизни так бывает когда мы богу с легкостью обещаем то что если он сохранит мое здоровье если он сохранит мои финансы если вдруг он мне дашь что-то и если вдруг я буду плодотворным вот на этой почве то я обязательно обязательно сделаю то или то для тебя господь ну я скажу так вы никогда наверное не давали таких обещаний но на самом деле если мы посмотрим свою жизнь у нас были точно такие же обещания и я понимаю анну что трудно отнять от груди своего дитя которого ты вскармливаешь грудью который ты носил девять месяцев под сердцем представьте себе сколько прошло времени после того как анна пообещала богу отдать самуила можно так вот просто приблизительно посчитать девять месяцев она носила его под сердцем потом на востоке существовала традиция что три года надо кормить отрока и потом отнять от груди и скорее всего вот в эти три года это уже четыре года по истечению четырех лет скорее всего муж елканый пришел к ней для того чтобы она исполнила свое обещание но анна сказала нет я не пойду это может быть еще один год пять лет приблизительно минимально я беру пять лет приблизительно прошло от того обещания которое дала анна до того момента когда она взяла своего ребенка и повела его в храм знаете друзья что я увидел нести на своих руках гораздо труднее чем вести маленького ребенка которую ты несешь маленький плод гораздо труднее отдавать потому что ты несешь и своими руками его отдаешь и скорее всего я вижу что анну наверное вдохновлял поступок авраама помните авраама который ожидал 25 лет своего ребенка обещанного ему от господа вдруг бог приходит и говорит авраам нужно принести твоего возлюбленного сына в жертву и ладно когда у тебя просто забрали твоего ребенка и увели его и принесли в жертву это тяжело но можно как-то пережить но когда ты сам берешь своего ребенка и ведешь его на заклание и идешь с ним три дня а жертва разговаривает с вами когда нибудь говорила жертва когда ты действительно взял в руку жертву и решил ее принести вдруг вдруг внезапно она начинает взывать к жалости твоей она говорит подожди у тебя у самого все не устроено давай мы твою жизнь вначале устроим а потом уже будем жертвовать посмотри на свою семью твоя семья в нужде посмотри и ты видишь действительно обстоятельства возникают которые ты может быть раньше и не видел но жертва она не только говорит она еще и глаза открывает она тебе открывает глаза на те обстоятельства которые ты раньше не замечал они такие важные а ты их не замечал и вот авраам идет со своим возлюбленным сыном три дня по пустыне и они же ведь о чем то говорят и знаете он должен сам своею рукою заколоть этого сына принести в его его в жертву как она должна была своей рукою взять и отвести своего сына в храм на всю жизнь и может быть потом не взращивать его и может быть потом когда он станет священником смотреть на него только со стороны мы не знаем это очень сложно это невозможно когда я себя ставлю на ее место или на место авраама я говорю навряд ли бы я смог расстаться с дорогим моему сердцу сыном то сто процентов да какими то вещами которые дороги моему сыну только верой можно это сделать друзья только вера вера которая проявляется в безграничном доверии богу может нас толкать на подвиги может нас для мира толкать на безумные поступки в глазах мира отдать своего дитя это безумный поступок а тем более заколоть его своей рукой в глазах мира отдать то что тебе сегодня дорого это безумный поступок но только вера может нас толкать на это Посмотрите, про Авраама сказано четко, евреям 11 глава 17 стих, верую Авраам, будучи искушаем, принес жертву Исаака и, имея обетование, принес единородного. Посмотрите, здесь написано, что он, будучи искушаем, был. Он шел и тысячу мыслей роилось у него в голове. Я не знаю, что можно надумать за три дня. Я бы, скорее всего, уже через час вернулся назад, убедив себя, что это было не от Бога. Жертва бы мне так наговорила, что я бы сказал, нет, ну как мог Бог потребовать то, что Он мне дал? То, что дорого моему сердцу, это вообще не от Бога. От Бога же только благие намерения к нам. Бог не может так действовать в моей жизни. Пришли какие-то испытания в мою жизнь, которые трясут все мое основание неправильное. И я говорю, не может такого быть. Бог же, Он как волшебник в моей жизни. Он же должен исполнять прихоти мои, мои желания, мои хотелки, а тут вдруг Он отнимает у меня что-то в моей жизни. Это не от Бога. Это не может быть Бог. И мы себя убеждаем в этом. И иногда связываем, развязываем действия Бога в нашей жизни. Вместо того, чтобы остановиться, подумать, помолиться и сказать, может быть, действительно Бог сегодня так действует в моей жизни для того, чтобы сокрушить неправильное основание, для того, чтобы что-то отнять у меня, что мне мешает сегодня. Невозможно без веры отдать Богу, друзья, то, что дорого тебе, то, что ты родил, а потом вскармливаешь это. Еще не время. Еще не время отнимать от груди, думала Анна. Пусть еще подрастет. А до какого времени, Анна? Я слышал, что до семи лет некоторые не отнимали ребенка от груди. И ты сам себе устанавливаешь. Еще годик. Бог, да, я тебе обещал. Да, я тебе обещал, что я оставлю и буду служить тебе. Но подожди, еще не время. Еще не время отнимать от груди. Еще годик. Да, у меня сегодня бизнес. Понимаешь, не время сегодня вот жертвовать. Надо бизнес развивать. Не время сегодня служить. У меня дети. Не время, Господь. Да, и еще годик. Потом другой годик. Потом другой годик. Другой. И те обещания, которые ты давал когда-то Богу, ты уже забыл. Или, может быть, считаешь их абсурдными. Да, я дал обещание в слабости своей. Сейчас времена изменились. Сейчас все по-другому. Поэтому то обещание, которое я давал Богу, уже не актуально. Уже не актуально. И Анна, она тоже, когда пришел в Елкан, она говорит, еще чуть-чуть покормлю. Еще немного побуду. И думала, когда это сделать. И знаете, мы видим, что тут приходит Елкана и начинает молиться за нее. Он говорит, да утвердит тебя, Господь. Да утвердит тебя, Господь. В том слове, которое вышло из уст твоих. Братья и сестры, сегодня каждый из нас, я уверен, давал какие-то обещания Богу. И кто-то их не исполнил. И я сегодня молюсь за каждого из нас, чтобы Бог утвердил нас в этих обещаниях. Сегодня времена кризиса. А обещания были данны. Мы же не знали, что придет кризис, Господь. Мы сказали, что мы будем щедро сеять. Мы сказали, что мы будем служить. А сегодня кризис. Извини, надо позаботиться о себе. Но послушай меня, у Бога нет кризиса. Бог не ушел в карантин. У Бога рука так же открыта. Мышца не сократилась. Бог так же владеет всем золотом и серебром. И Он так же насыщает твою жизнь благами, как и всегда. Почему тогда меняются наши обещания? Друзья, будьте верны в тех обещаниях, которые дали Господу. Не взирая ни на какие обстоятельства. Исполняйте эти обещания. Потому что это и есть проверка нашей веры. Я хочу сегодня заявить вот о чем. Что всякий плод, который мы принесем, всякое дело, которое мы совершаем ради Господа, все наше строительство, строительство нашей жизни будет подвергнуто испытанию. Все будет проверено. Сегодня это время тоже время испытаний для многих. И многие не выдерживают этого испытания. Сегодня верующие пребывают в страхе. А как же дальше? Так же, как и всегда. Верой в Бога, друзья. Праведный жив верою в Бога. И нам надо жить верою в Бога. Не верою в государство. Не верою в экономику. Не верою в свою финансы. Или в свои какие-то способности. А верою в Бога, друзья. Тогда мы не поколебнемся. Не поколебнемся. Тогда мы останемся несокрушимыми. Нам надо строить на правильном основании. И всякое дело, еще раз говорю, будет подвергнуто испытанию. Посмотрите, об этом пишет Павел в первом послании к Коринфянам. В третьей главе. В десятом стихе он говорит, я, подданный мне от Бога благодати, как мудрый строитель. Хочу сказать, будь мудрым строителем. И скажи прямо сейчас про себя около экранов телевизоров, компьютеров. Я мудрый строитель. Или скажи, Бог, дай мне быть мудрым строителем. Положив основание, а другой строит на нем, но каждый, смотри, как строит, ибо никто не может положить другого основания, кроме положенного, которое есть Иисус Христос. У нас не должно быть нашей безопасности другого основания, кроме Иисуса Христа. Строит ли кто на этом основании из золота, серебра, драгоценных камней, дерева, сена, соломы? Каждое. Послушайте внимательно. Каждое дело обнаружится. Каждое дело обнаружится. Ибо день покажет, потому что в огне открывается, и огонь испытает дело каждого. Каждое дело обнаружится, и каждое дело испытается. Каждое дело обнаружится. Все, что ты строишь, не на правильном основании, однажды обнаружится. Все скрытое станет явным. И то, что ты, может быть, строишь в тишине, никто сегодня не видит. Но это на правильном основании. И, может быть, ты сегодня расстраиваешься от того, что никто не замечает твоего вклада в Царстве Божьем. Я хочу сказать, Бог замечает этот вклад. И это дело тоже обнаружится однажды. И дальше Павел говорит такие слова. У кого дело, которое он строил, устоит, тот получит награду. А у кого дело сгорит, тот потерпит урон. Впрочем, сам спасется. Но так, как бы из огня. Слава Богу, в этих словах есть слова утешения, что все равно спасется. Все равно спасется. Но какова будет награда? Это тоже важно. Да мне не важно, как некоторые люди, мне бы хотя бы заползти в Царствие Божие, там, в то место, где есть Господь. Нет, друзья, это тоже важно, когда у тебя есть награда. Важно, с чем ты заползешь. Лучше заползти с чем-то, друзья, чем пустым. Поверьте мне, это лучше. Но мы видим, что Павел говорит, что все подвернется испытанию. И, друзья, я хочу вас ободрить. И я хочу сказать вот что. Проверку или испытание не устраивают с целью, чтобы нам принести ущерб. Не устраивает Господь проверку в твоей жизни для того, чтобы тебе принести что-то плохое в твою жизнь. Бог делает это для того, чтобы отнять у тебя или забрать у тебя ненужное тебе и дать тебе полезное. Потому что иногда наше сердце прилипается к ненужному нам. Нам кажется, что это дорого. Ну, давно бы надо было от этого избавиться. Но мы так прилепляемся, что не можем избавиться. И вот в нашей жизни есть этапы, когда мы проходим проверку или, сказать так, сдаем свой экзамен. Вся жизнь, она состоит из экзамена. И эти экзамены Бог допускает, во-первых, во-первых, для того, чтобы получить новые откровения о нем. Именно в испытаниях, именно тогда, когда мы проходим какой-то экзамен в своей жизни, мы получаем новые откровения о Боге. Когда ты проходишь болезнь какую-то, и вдруг приходит Бог и исцеляет тебя в этой болезни. Да, ты раньше слышал, что Он целитель. Даже сам молился за людей. Но когда ты выстоял в болезни, и Бог пришел и исцелил тебя, ты получаешь откровение, что Он целитель. Это гораздо ценнее. Когда ты простоял в крахе, может быть, финансовом, устоял во всем этом, и ты начал подниматься, ты увидел, как Бог пришел и благословил тебя, ты увидел или получил откровение о Боге, что Он обеспечитель. Эта цена, посмотрите, Авраам, когда вез своего ребенка приносить в жертву, он за несколько тысяч лет, за полторы тысячи, наверное, лет, ну, за несколько сот лет, скажу так, получил откровение за несколько сот лет до распятия и воскресения Христа, скажу. Получил откровение о воскресении. Никто тогда не имел этого откровения. Ну, посмотрите, что написано про Авраама. Евреям 11, 19. Ибо он думал, что Бог силен из мертвых воскресить. Друзья, это мощное откровение, которое на тот момент не имел ни один человек. И он получил именно его тогда, когда вез своего ребенка принести в жертву. В момент испытания мы получаем свежие откровения о Господе. Посмотрите на Анну, о которой мы говорим. А Анна, сдав свой экзамен, получила благодарное и радостное сердце. И в своей молитве Богу выразила откровение о качествах Бога и его спасение. Друзья, давайте мы прочитаем эту молитву. Она во второй главе первой книги царств. С первого стиха. Посмотрите, Анна, идет история о том, что Анна отдает своего ребенка. Все вот она боролась с тем, чтобы отдать своего ребенка. И она приносит его. И отдает или. Приводит или приносит. И отдает или. И после этого сразу начинает молиться. И посмотрите, что она говорит. И молилась Анна. И говорила. Возрадовалось сердце мое в Господе. Вознесся рог мой в Боге моем. Широко разверзлись уста мои на врагов моих. Ибо я радуюсь о спасении Твоем. Нет столь святого, как Господь. Ибо нет другого, кроме Тебя. И нет твердыни, как Бог наш. Не умножайте речей надменных. Дерзкие слова, да не исходят из уст ваших. Ибо Господь есть Бог видения. И дела у Него взвешены. Лук сильных преломляется, а немощные припоясываются силою. Сытые работают из хлеба, а голодные отдыхают. Даже бесплодные рождают семь раз, а многоочадные изнемогают. Господь умиршляет и оживляет. Низводит в преисподнюю и возводит. Господь делает нищим и обогащает, уничижает и возвышает. Из праха подымлет Он бедного. Из брения возвышает нищего, посаждаясь вельможами. И престол славы дает им в наследие. Ибо у Господа основание земли. И Он утвердил на них вселенную. Стопы святых своих Он блюдет. А беззаконные во тьме исчезают. Ибо не силою крепок человек, друзья, Господь сотрет припирающих с Ним. С небес возгремит на них Господь, будет судить концы земли. И даст крепость царю своему. И вознесет рог помазанника своего. Вы, царственное священство, и Бог дает вам крепость. Вы помазанники Божьи, и Бог вас возносит. И я, когда читаю эти слова, я вдохновляюсь, я понимаю, что все в руке Господа. И все, что Он захочет, Он сделает. Поэтому лучше всего поддастся воле Господа. Находиться в воле Господа. Не знаю, как вас меня ободряют эти слова, но больше всего я задаюсь вопросом и говорю, как простая женщина, которая была бесплодна, получила такое откровение мощное о Господе. И я отвечаю, в смирении, исполнив то, что обещала. В смирении, исполнив то, что обещала. Халлилуйя. Так сказать, она сдала свой экзамен. И после этого сразу же приходит такое откровение. Итак, в нашей жизни Бог допускает испытание, экзамен для того, чтобы ты получил откровение о Нем. Новое откровение о Нем. Второе. После того, как ты проходишь проверку, ты получаешь больше, чем было. После того, как ты проходишь проверку, ты получаешь больше, чем было у тебя. Авраам, отдав своего сына в своем решении, в своем согласии с Богом, получил народы в наследие. Отдав одного сына, неявно он в решении своем отдал. Бог это счел, как он прошел экзамен. Бог это счел, как будто Авраам прошел проверку, потому что он полностью был согласен в своем решении. И вы помните, когда он занес руку с ножом и был готов это сделать, Бог остановил его. Отдав своего сына, Бог ему отдал народы. Народы. Анна отдала своего единственного сына и вместе данного получила трех сыновей и двух дочерей, о чем мы читаем во второй главе. Мальчик отдал пять хлебов в руки Господа, что позволило накормить тысячи голодных людей и еще двенадцать коробов осталось. Я убежден, что хотя бы один короб с остатками мальчик получил себе. Я убежден в этом, потому что по-другому не было. Если ты сегодня принес плод, преврати его в семя. Отдай это в руки Христа без всякого сожаления. И Бог из ничтожного сделает значимой и великой, друзья мои. Вот что я хочу вам сказать. Все, что останется в твоей руке, будет бесполезно растрачено или умрет вообще. Все, что ты отдашь в руки Христа, многократно умножится и принесет большего плода. Отдай сегодня то, что ты имеешь, то, что по праву принадлежит Господу, то, что ты обещал Ему, то, что Бог, может быть, требует от тебя. Отдай сегодня Богу, и ты увидишь, как Бог это приумножит. Тебе же во благо. Может быть, время надо сегодня отдать Богу, посвятив Его чтению Библии, молитве, размышлению над Словом. Как раз сегодня хорошее время. Так отдай это время. Не трать его бесполезно. Может быть, сегодня время отдать на служение. Может быть, речь идет о финансах. Может быть, речь идет о твоем доме, чтобы открыть этот дом до того, чтобы люди пришли и проводили в нем домашнюю группу. Не удерживай это в своей руке. Отдай это Господу, и Господь многократно это приумножит.